Сюжетная линия этого сериала была столь увлекательной, что перестаешь смотреть на часы. А завершившийся сезон оставляет в душе неизгладимое впечатление, потому что он получился невероятно эмоциональным. За персонажами было интересно наблюдать, а сами они по-своему притягательны. Сейчас же всех поклонников сериала интересует только один единственный вопрос – когда же будет продолжение? В случае с другими популярными сериалами, вероятность продолжения никогда не списывалась со счетов, даже если создатели говорили иное. Пока что нет официальной информации о том, когда будет премьера новых серий. Дата премьеры продолжения сериала может быть анонсирована только после объявления о начале съемок. Именно по этой причине также неизвестно, какие актеры будут участвовать в следующем сезоне. Рано или поздно такой хороший сериал может вернуться на экраны с новой историей. Продолжение возможно благодаря тому, что поклонники не списывают со счетов возможный новый сезон и активно надеются и ждут новые серии. Ожидая продолжения такого удивительного сериала, не лишним будет вспомнить и о других культовых сериалах, которые потрясали многих своим увлекательным сюжетом. Возможно, некоторые из них будут для вас большим открытием. От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько, сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то, но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек, поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой настоящий мужчина, но кажется сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, поделился продюсер. Герой сериала Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет Великая Отечественная война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борется боевой командир и безрассудный юнец. Нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков, выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. И ценой собственных жизней заберут победу у врага. В первой серии Василий Русаков знакомится со слушательницей медицинских курсов Марией. Василий приглашает девушку на свидание. В назначенное время красавица Маша приходит на место встречи, но Василия там нет. Обстоятельства помешали молодому человеку увидеть возлюбленную. Проходящий мимо офицер предлагает замерзшей девушке зайти в дом офицеров, чтобы согреться. На следующий день Василий безуспешно ищет Машу по всему городу, в том числе и в училище. Он не подозревает, что вчерашнее происшествие круто изменило их судьбы. Производство. Василий Брюхов, на чьей книге основан сценарий картины, был участником битвы на Курской дуге. Там состоялось его боевое крещение. Всего за время службы он подбил 28 вражеских танков. Андрей Кретов, продюсер сериала, рассказал детали о проекте. «Книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну». Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны простым человеческим языком. Упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провел несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими. А что, напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому. Чтобы зритель еще отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков. Интересные факты. Прототипом героини Даши стала женщина-танкист Мария Октябрьская, которая на собственные деньги построила танк Т-34 и отправилась на нем на линию огня, чтобы отомстить за убитого мужа. Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег. Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами. А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния. По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля. Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе. Тем более, что почти все для этого у них есть. Все, кроме денег. Но на одни чаевые дела не откроешь. В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах. А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать. Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется. И ей приходится идти на работу. Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга. Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе. На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели». Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели». Оригинальная версия проекта с Кэт Деннингс и Бэт Берс вышла в 2011 году на американском телеканале. Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмни» и «Выбор народа». Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов, известный по таким работам как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага». Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года. Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ, но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница». Одни из главных ролей в проекте исполнит звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев. Картункова воплотит образ героини Макс, которую в оригинале играет Кэт Деннингс. Она колкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами. Олевтини Тукан досталась партия Кэролайн, утонченной барышне с трастовым фондом, которой по воле случая пришлось податься в официантки. Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста, Зинаида, Лидия и Екатерина, живут со своими взрослыми детьми. Ежедневный вечный квартирный вопрос переплетается для них с такой же вечной темой отцов и детей. В один из прекрасных дней дамы решают уехать и освободить детей от своего общества. Втроем они отправляются в путешествие, в конце которого становится очевидно, жизнь, когда вырастают дети, не закончена. В первом эпизоде, устав от отсутствия внимания и откровенного прозябания на пенсии, старушки решают пожить для себя и уезжают из города. Они отправляются навестить их четвертую подругу Полину, с которой не виделись почти 15 лет. Дети, испуганные внезапным исчезновением матерей, пытаются установить их местонахождение. Сериал представляет собой современную мелодраму с элементами комедии. Режиссером стал дебютант Иван Бычков. А над сценарием работал Вадим Тартаковский, знаменитый своими работами «Бабоньки», «Герасим» и «Все будет хорошо». Основное действие разворачивается на фоне Волжских берегов, коломенских церквей и московских двориков. Фильм снимали в Коломне и в Дальнем Подмосковье, а в работе над картиной принимали участие актеры коломенского театра и местные жители. Продюсер сериала Наталья Серова рассказала о деталях проекта. «Человеку в любом возрасте недостает любви. Особенно женщинам, у которых взрослые дети. А разделить проблемы с подросшим чадом рядом – не с кем. Вот и получается, что милые дамы несут героически свой крест. С одной стороны, непонимание и вечный конфликт родителей и детей, с другой стороны, нерастраченной любви». Актриса Татьяна Орлова также поделилась подробностями о проекте. В сериале мне нужно было водить машину. У меня есть права, и я умею это делать. Но на съемках автомобиль был непростой. Волга 61-го года выпуска. С нею раньше я, конечно, не сталкивалась. Мало того, что переключение передач находится на руле, так еще и нет усилителя. Чтобы повернуть руль или нажать на педаль сцепления, приходилось прилагать немалые усилия. Это трудно. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила. В первом эпизоде, Майкл, Кузя и Антон переезжают в новую студенческую общагу. Их селят в блок к девушкам, Кристине, Яне и Маше. Кузя сразу же положил глаз на Машу. Майкл пытается вспомнить, где он познакомился с Яной. А Антон сделал непристойное предложение Кристине, за что и поплатился. В этом ситкоме зрители увидят как некоторых уже знакомых персонажей, так и новичков. Старое общежитие, в котором жили уже полюбившиеся герои сериала «Универ» идет под снос. Пятикурсники Антон и Кузя, оставшиеся на второй год, переезжают в новый блок. В качестве аспиранта возвращаются в университет Майкл. Соседками ребят в новом блоке оказываются новенькие девушки Кристина, Маша и Яна. Кузя – студент филологического факультета. Он спортсмен, а также выступает с песнями собственного сочинения. Простой, недалекий парень, добрый и бесхитростный. С первых серий проекта влюблен в новенькую девушку Машу, но пассия не отвечает Кузе взаимностью. Другой герой, Майкл учился на историческом факультете, пошел в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию. Он бабник и на данный момент одинок. Обладает хорошим чувством юмора и всегда окружен множеством поклонниц. Антон Мартынов – сын олигарха Льва Мартынова. Высокомерен, хитер, меняет девушек как перчатки, а к своим соседям по общаге относится потребительски. Актер Станислав Ярушин рассказал в интервью о своем герое в сериале. Отец оставил его на второй год, так как не поверил, что сын написал диплом сам. Антон привык к ребятам. Он по-мужски, с пониманием дружбы стал относиться к Майклу. Он знает, что с ним можно поделиться какими-то секретами, интимными тайнами. Мало того, он потихоньку начинает любить даже Кузю, которого считает удивительным тупорезом, понимая, что того не исправишь. А впереди у Антона все будет хорошо, и любовь тоже. Режиссером проекта стал Константин Смирнов. Над сценарием работали Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Саундтрек к сериалу записала российская рок-группа «Градусы». С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно. Дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем, и если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр, на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. «Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стиляги» и не камерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм». Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь, и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось. Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя по примеру нашей героини не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова». Дебютная серия проекта повествует о молодой художнице Даши Смирновой, которая приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Окунуться в мир гламура и легких денег ей помогает школьная подруга Марина. Единственный источник дохода которой являются отношения с женатым чиновником, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе. Съемки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Для театрального режиссера Константина Богомолова проект стал дебютом в жанре многосерийного кино. Также сам режиссер Константин Богомолов рассказал некоторые подробности о сериале. «Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съемкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу. Была собрана очень сильная киношная команда. Административная, операторская, актерская и художественная. Все это создавало очень комфортные условия для работы. Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, от своих вкусов. Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием». Одну из главных ролей режиссер Константин Богомолов отдал актрисе Дарьи Мороз. Супруги Богомолов и Мороз расстались незадолго до начала съемок, но развод не повлиял на их совместные творческие планы. Актриса Дарья Мороз накануне премьеры проекта сделала заявление, что главная провокация режиссера в том, что сериал заставит посмотреться в зеркало реальных представителей нынешней светской Москвы. Тем более, что Богомолов достаточно хорошо знает московский глэм. Актриса Дарья Мороз высказала свое мнение о сериале. «Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня. Он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам. Это история очень высокого уровня. То, что снимает Богомолов, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду». Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно. В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса, Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть, Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха, и Соня, девушка из строгого православного рода, переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера Метро 2033 Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет, пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Диченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно, если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой, простить мужа или нет. Третий, сохранить ли ребенка от случайной связи». Нихан, дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства. Кемаль, сын простого парикмахера. Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галлиб Бей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам. Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего. Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан. Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться. Обманом и подлостью он разлучает главных героев. Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренно любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Интересные факты. Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года. В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер». С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное». Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа. На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк, позже его заменила Хил Аль Сарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай». Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле. Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак. В 2017 году сериал был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленавылла». «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире, а права на его трансляцию приобрели более 60 стран. Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тайгуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище». Действия сериала в целом и первой серии в частности разворачиваются в конце 1960-х. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Большого театра Тамары Синявской. Между королем эстрады СССР и восходящей звездочкой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большей любви. Однако очаровательная Тамара замужем. Да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже. Продюсер Данила Шарапов рассказал о создании сериала. «Этот проект для нас суперсложный и суперважный. Мы занимались им пять лет, сценарий писали четыре года, вместе с вдовой Муслима Магомаева, Тамарой Синявской. Во время производства случилось все, что могло было случиться. Люди ломали ноги, караваны сталкивались друг с другом. Режиссер Дмитрий Тюрин также поделился деталями. «Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочные чувства. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая». Съемки проекта стартовали в начале октября 2018 года, о чем сообщил продюсер проекта Данила Шарапов у себя на странице в Facebook. Вдова Муслима Магомаева, Тамара Синявская, при создании сериала о своем супруге выступила в качестве консультанта. Работа над проектом проходила в Баку, Зеленограде и Москве. Так, ДК Зеленограда выступила в роли Горьковского музыкального театра, а префектура Зеленограда в роли обкома Горьковской области. Несколько сотен актеров, которые отличаются харизмой и талантом, проходили кастинг на главную роль в проекте о легендарном певце. Кандидаты были не только из России, но и из других стран СНГ. Однако последнее слово было именно за вдовой Магомаева, которая выбрала Милоша Бековича. Несмотря на то, что многим казалось странным, что Магомаева будет играть серб по национальности. В первом эпизоде проекта, американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова, он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку-веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала, «Для меня это история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором. А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого». Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини» Анны также говорила, что режиссер Артем Аксененко предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный по словам актрисы метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонажа Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. Этот сериал ясно показывает, что безобидной лжи не бывает. Рано или поздно даже самая тайная мысль оказывается в реальности настоящего времени. Создатели проекта предлагают зрителям представить ситуацию, когда такая реальность материальна и действительно существует. И самые безжалостные фантазии в ней воплощаются. Это история о человеке, для которого слились воедино власть, вседозволенность и безнаказанность. Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из школьных окон у учеников на глазах. Капитану с именем Игорь предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка. И для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием Спарта. Это история о том, как можно легко манипулировать еще не окрепшим сознанием детей. До чего может довести безнаказанность, деньги, связи, ложь. Подростки как губка, которая все это впитывает и проецирует в жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что дети могут быть очень жестокими. Здесь стираются границы между игрой и реальностью, судьба разбивается о чью-то больную идею, а тайны бережно хранятся в самых темных уголках памяти и души. Главные роли исполнили Артем Ткаченко и Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орел» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм». А в 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix. Александр Петров, исполнитель роли Михаила Барковского, рассказал подробности о проекте. Название сериала – это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стояла история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Эта тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы себе же ответить на некоторые вопросы. Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, санебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала. 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва-3 вокзала». Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цекало. Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель бывший афганец Герман Неволин – водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастья Алексея Иванова, автора проекта «Географ Глобус Пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную бездну национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга».